Римма Баталова является вице-президентом Паралимпийского комитета России, заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой мира и Европы. В городской мэрии депутат встретилась с главой администрации. Они обсудили будущие планы и проекты по развитию города в сотрудничестве и по решению социально-экономических проблем. Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке. Гостью вручила Борису Беляеву книгу под названием «Римма Баталова. Легенда спорта» и получила в подарок от главы администрации издание о городе Кумертал. Здесь все наши мероприятия, какие в Кумерталу происходят, существуют. И наш архитектурный облик города Кумерталу тоже вам на память, вашу коллекцию книг. Хорошо? Спасибо большое. После визита в администрацию Римма Баталова также посетила реабилитационный центр, где ее радушно встретили в национальных традициях. Гости показали лечебно-оздоровительные кабинеты с новейшей техникой и рассказали об уникальных терапевтических методиках и программах социальной реабилитации, применяемых в центре. Депутат лично пообщалась с детьми, проходящими лечение в учреждении. Римма Баталова старается оказывать помощь детям с ограниченными возможностями здоровья по всей республике. В наш реабилитационный центр она также приехала не с пустыми руками. Для учреждения было закуплено спортивное оборудование, современные тренажеры. Как человек спорта, многократная чемпионка, уверены в необходимости физических тренировок для детей. Потому что это детям дает возможность реализовать себя, показать себя. И в принципе они тянутся тому, что увидев нас, вот именно мы для них являемся примером, наверное, примером чемпионства. И мне хочется, чтобы наши ребятишки могли на сегодняшний день заниматься все-таки современными нашими тренажерами. В честь открытия обновленного спортивного зала и к приезду гостей сотрудниками центра было подготовлено праздничное мероприятие. Осень, 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 снова к нам пришла. Осень, 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 чудная пора. В золотом наряде, в парке и сады. Осень, осень, ждали с нетерпением мы. На торжестве депутат обратилась с речью к детям, проходящим лечение в центре. И рассказала о своем нелегком пути ко всему, чего достигла. Также на празднике состоялось официальное вручение центру сертификата на получение спортивного оборудования. Ребята, не надо унывать. Надо идти вперед. И никогда не останавливаться. Я думаю, что эти слова больше, наверное, сегодня касаются наших родителей. Потому что только от вас, только вы можете помочь своим детям. И не надо ждать, что кто-то это сделает за нас. Еще одним пунктом посещения делегации стал Центр адаптации «Современник». Руководители организации поделились с гостями сведениями о достижениях своих воспитанников и новых проектах, которые помогут в развитии возможностей детей-инвалидов. Римма Баталова сама смогла протестировать стол для тенниса среди незрячих, узнав больше о тактике игры и технических особенностях. По традиции, почетной гости было предложено оставить свои пожелания в книге партнеров. Слепые люди, слабовидящие, которые достигли чего-то в жизни. Там есть ваши фотографии. Да, в связи с делом. Вы у нас 5 лет уже. Пригласите на соревнования, так представится. А здесь вот действительно созданы условия. И те люди неравнодушные, которые это делают, это, наверное, большая им благодарность. Но без таких людей мир наш, наверное, будет, знаете, скутным. А такие люди как раз украшают. И украшает наш мир. И украшает для детей появляются возможности. Возможности, как я еще раз повторюсь, реализовать себя. Самое главное в нашей жизни. А мы должны им подать руку, помочь им. И, конечно, быть с ними вместе. Гульнас Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».